Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Арестовали за мусор. До шести лет лишения свободы грозить депутату из Рубцовска. Красиво, но надо ли? У нас можно деньги куда-то в другое место положить. Более нужное. Что думают барнаульцы о новой плитке на Ленинском проспекте? Берегите руки-ноги. Ситуация временная, не надо воспринимать это как постоянная. В Бийском трансфункте не хватает врачей. На мусорил и не успел убрать за собой. Рубцовского депутата Игоря Раченкова обвиняют в мошенничестве, связанном с вывозом мусора. Накануне чиновника задержали. Известно, что по договору с мэрией Игорь Раченков оказывал услуги по сбору и транспортировке бытовых отходов. Но, как установило следствие, депутат предоставлял документы, в которых были сильно завышены объемы работ. Следователи подозревают, что городская администрация переплатила Раченкову крупную сумму. По некоторым источникам это порядка двух миллионов рублей. Сейчас Раченков находится в СИЗО. Еще одна новость из Рубцовска, которая тоже может кому-то показаться неприятной. Там повысили стоимость проезда в маршрутных такси. С 8 июля за билет придется отдать 22 рубля. Речь идет сразу о семи маршрутах. Все они популярны, так как проходят через центр Рубцовска. Перевозчики уже давно готовились к удорожанию билета. Например, в мае речь шла о повышении стоимости до 25 рублей. Но предприниматели отказались от такого резкого скачка. Возможно, потому что даже при повышении цены их услуга дешевле, чем в муниципальном транспорте. Это нововведение жителей ждет со следующей недели. А с этого понедельника в Рубцовске действует новая цена за проезд в троллейбусе. Вместо 18 рублей теперь 20. Ну а теперь речь пойдет о миллионах. В Краевой столице уже вторую неделю ремонтируют центральную аллею по проспекту Ленина. С нее срывают асфальт, а на его месте кладут плитку. Нужны ли городу такие архитектурные перемены? Мы решили спросить у тех, кому по плитке ходить. Обычных барнаульцев. Я думаю, красиво. Конечно, нужно облагораживать город, чтобы было приятно гулять. Чтобы как-нибудь презентовать его в виде туристического кластера. Я просто постоянно гуляю здесь, когда плитка куда интереснее пройтись, чем по асфальту, который уже много лет не меняли. А удобнее? Разницы никакой. Я думаю, будет хорошо, лучше, чем асфальт. Это мое мнение. А чем асфальт хуже? Ну, наверное, он уже старый. Я отрицательна. А почему? Ну, не знаю. Потому что у нас можно деньги куда-то в другое место положить. Более нужное. Если это необходимо, то только за. Если это будет только в лучшую сторону. Красота – это всегда хорошо, а все остальное не обсуждаем. Плитка хуже намного. Неудобно ездить, но, в принципе, почему нет? Ну, с точки зрения эстетики, плитка выглядит красивее, а денежных затрат не разбираюсь. Жители барнаульского поселка Новосиликат на сегодня остались без горячей воды из-за ремонта на теплых сетях. Ограничение подачи началось сегодня в полдень и продлится до пяти утра следующего дня. За это время энергетики восстановят 652 метра сетей. Водоснабжение ограничат 24 многоэтажках и шести социально значимых учреждениях. К другой теме. Вопрос жизни и смерти. Многочасовые очереди в больницах и катастрофическая нехватка врачей. В Центральной городской больнице Бийска сократили время рабочее травматологического отделения. Как пояснили в больнице, причина такого решения в дефиците врачебных кадров. Напомним, что укомплектованность медучреждений в Бийске в среднем составляет всего 35%. Подробнее в сюжете. У получивших травмы выбора не осталось. Если травмировался поздно вечером, ночью или в выходной день, на поездку в Центральную горбольницу время лучше не тратить, а сразу отправляться в больницу номер 2. Первую помощь окажут там. И все же слухи о том, что травмпункт в Центральной больнице закрыли, несколько преувеличены. Здесь говорят, что сократили время работы. Причина такого непопулярного решения – дефицит врачей. Ситуация связана с кадровым дефицитом. Это ни для кого не секрет. Ситуация временная, не надо воспринимать это как постоянная. Травматологическая помощь на базе Центральной городской больницы оказывается в травматологическом пункте ежедневно в рабочие дни с 8 до 16 часов. В травму просто так не обращаются. Как правило, сюда приходят люди, которым нужна экстренная помощь. Сидеть часами в очереди, испытывая при этом острую боль – настоящее испытание для пострадавшего. А ведь иногда речь идет о жизни и смерти. Если пришел с утра, то все. Поэтому я стараюсь не ходить сюда по случаю. Официально в Бийске по-прежнему работают два травмпункта. Один в Центральной горбольнице в режиме сокращенного графика, еще один на базе второй городской больницы. Сейчас в социальных сетях активно обсуждаются большие очереди на первичный прием к травматологу. Съемочная группа приехала в больницу около полудня. Очередь, как видим, небольшая, но не факт, что здесь так всегда. К сожалению, взять комментарий местных специалистов не удалось. Интересуемся мнением пациентов. Я сюда пришла с мамой, подложила 15 минут, и меня отправили на рентген. Там еще минут 15, и потом мне наложили гипс. Тем не менее, факт сокращения графика работы одного из травмпунктов города в разгар травмоопасного летнего сезона означает, что ситуация со специалистами в городских медучреждениях дошла до критического уровня. Меры, о которых так много говорили, и городские чиновники, на более высоком уровне, пока не работают. Татьяна Голубева, Сергей Рехтин, Андрей Сегаев. День с толком. Праздник, который объединит весь край. Кулунда на несколько дней станет спортивным центром Алтая. Там сегодня дан старт летним Олимпийским играм. За металлик готовы побороться около полутора тысяч человек из разных районов региона. Олимпиада сельских спортсменов зародилась больше 40 лет назад. Точка отсчета стала районный центр ключи. Тогда огонь был доставлен из Барнаула, который преодолел почти полтысячи километров. Одним из основных плюсов проведения таких масштабных состязаний организаторы называют создание инфраструктуры, которая останется после игр. Церемония открытия в Кулунде запланирована на завтра. Именно тогда и будет зажжен Олимпийский огонь на центральном стадионе «Локомотив». Сами старты завершатся 7 июля. За это время спортсмены разыграют медали в 11 дисциплинах. В пятницу в 18.00 традиционно на стадионе в центре села будет открытие торжественное. Как всегда, много народу, около полутора тысяч спортсменов, представители, все в единой форме, под руководством глав муниципальных образований. Это действительно праздник. И хотелось бы, чтобы это был праздник не только, допустим, на этом пятаке или для спортсменов, чтобы это был праздник для всего района и для всего края. Кстати, для многих жителей края лето – это время крупных покупок. С этим мнением согласна и четверть россиян. Одновременно растет и индекс кредитного доверия. Он достиг своего трехлетнего максимума. Когда клиенту требуется крупная сумма, его может выручить кредит под залог. Максимальная сумма по нему 30 миллионов рублей. А ставка начинается от 9,9% годовых. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль в собственности заемщика. При этом не придется расставаться с родными стенами ради новой машины или дачного домика. Залог остается в собственности клиента на весь срок пользования кредитом. Регистрация залога в Росреестре проходит дистанционно и занимает всего несколько дней. Если вашим планам не хватает финансовой поддержки, то обратиться за ней можно в офис Банка Восточный. И ресурс для этого есть почти у каждого. Это ваша собственная квартира. Через пару секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости и итоги вместе подведем в вечернем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова